Рецепт Исидора, пришедший к нам из глубины веков, лег в основу производства... Что скажете? Ну, откуда у монаха Исидора был ректификованный спирт? И действительно, если эта водка, как и все остальные, делается из ректификованного спирта, а ректификационная колонна впервые появилась в России всего-то 130 лет назад, откуда у нашей водки возраст в 580 лет? Априори, до 1880 года, вот водку, то, что я держу в руках сейчас, нашу современную водку, на Руси не пили вообще. Она теоретически быть не могла. Это же понятно каждому, кто только задумается немножко. Исследователь-историк Борис Родионов специально пришел в музей водки, чтобы объяснить, водка случайно стала нашим все. Во всем мире эти колонны использовались для производства ректификованного спирта для промышленности. Химия нуждалась в этом спирте, парфюмерия нуждалась в этом спирте. Нет ли питья. Но никто, голову не приходило никому, что это можно пить. Настоящая русская водка. Только в России смогла она появиться и дойти до нашего времени без изменений через века. Все верно. Водка смогла появиться только в России. А ведь при Петре Первом, при Екатерине Второй и Александре Третьем страна пила совсем другой напиток. Это те же самые виски, только не выдержанные в бочках. Или еще ближе. Это самогон, только зерновой. Рецепт этого благородного напитка мы еще раскроем. Сейчас важно понять, как худший из крепких напитков стал нашей национальной гордостью. Вернемся к истории. Монах с протянутой рукой, в руке стакан. Эта версия появилась при советской власти. Вот и в музее водки нам заводят старую песню про монаха Исидора и чудов монастырь. То, что это в чудовом монастыре. Ну, откуда эти сведения? Ну, хоть какой-то маленький документик. Экскурсовод соглашается. Документов действительно нет. То есть, надо сказать так, что ничего установленного... Она, к сожалению, не установлена. Итак, до 17 века никаких документов по теме алкоголя в России не существует. Несмотря на это, в СССР создается миф о еще более древнем водочном рецепте. Мы находим его в рукописях, возраст которых почти тысячи лет. Тысячи лет. Это на пять веков больше, чем у монаха Исидора. Выходит, врут кинодокументалисты. Объяснение простое. Этот рекламный фильм рассчитан на Запад. Миф про древнерусский напиток – удобный способ впарить то, что у нас начали пить всего-то 115 лет назад, когда император объявил монополию. Монополия, она запретила делать дистилляцию. То есть, просто вот, все. Больше дистилляции не будет. Итак, запомните. 1895 год. 1 января. День объявления монополии – это дата смерти всех русских дистиллятов и восхождения водки на престол. Правда, тогда на этикетке писали «казенное вино». Водками в то время называли «настойки». Настояли на какой-то травке, добавили корешки, добавили специи, настояли. Но это уже водка. Новоблагословенная? Бог с вами, голубчик. Дарья Петронс сама отлично готовит водку. Если профессору Преображенскому водку готовила прислуга, значит, с современной точки зрения это был скорее самогон. Водку дома не сделаешь. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, во-первых. Водка должна быть в 40 градусов – это еще один миф. Откуда такая цифра? Все уверены, это доказал Менделеев. Но лишь единицы держали в руках этот исторический трактат о соединении спирта с водою. Для моих работ служил хлебный спирт, 15 ведер которого крепостью в 71% были сперва перегнаны в обыкновенный куб. И вот удивительное наблюдение. В этом трактате ни разу не встречается слово «водка, крепость». Доставая из хранилища диссертацию, служащие библиотеки заметили, первоисточник мало кто читает. Начиная с 72-го года. Вы третий. Вы третий. Вот и в музее водки нам подтверждают, Менделеев поисками градуса не занимался. Знаменитый русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев к созданию русской водки не имеет практически никакого отношения. Зато на почетном месте в этом же музее стенд одного из спонсоров. Очень популярная в России водка. Создатели уверяют – сделана по-менделеевски. По классическому рецепту Менделеева. Покажите мне такой рецепт. Вот кто-то пусть покажет, да? Я все, я дом продам. История современной водки – это история вранья производителей ради одной цели – продать бутылку. Итак, никаких тысячелетних корней у водки нет. Да и слово «водка» на бутылке с той жидкостью, что мы пьем сейчас, впервые появилось только в 1936 году. Простой раствор спирта с водой, он всегда продавался с надписью «Видно». И только ГОСТ 1936 года окончательно заменил этикетки. С тех пор самый худший и самый дешевый из всех крепких напитков стал нашей национальной гордостью. Итак, получается, что русскую водку подменили. До этого же пили другой напиток? До этого было абсолютно все по-другому. На самом деле, до 1895 года, то есть 115 лет назад и дальше, столетиями Россия пила абсолютно другие напитки. Сейчас на глазах у зрителей мы приготовим «Проматерь всех водок». Как она могла выглядеть изначально, скажем, во времена монаха Исидора или в эпоху юности Дмитрия Менделеева. Для этого я приглашаю на сцену историка водки Бориса Викторовича Родионова. Борис Викторович, начнем с простого. Из чего мы будем делать этот напиток изначально? И изначально, как правило, на Руси, напиток делался из зерна. Чтобы был зерновой напиток, он назывался хлебное вино. Хлебное. Да, хлебное вино. Значит, сейчас мы пытаемся показать, как это делалось. С позиции современности наше вино будет как бы черно-хлебным. То есть мы его делаем не из пшеницы, а из ржи. Итак, зерно перемалываем в муку, муку заливаем кипятком, причем медленно, так, чтобы не было катушков. Дальше перемешивание. И только когда раствор остынет, мы добавляем солодь. По сути, пророщенные зерна. В солоде много сахара, что в комбинации с дрожжами и мукой обеспечит нам брожение. Опять добавляем воду, перемешиваем. В итоге получился мутный раствор. Правда, алкоголем в нем пока и не пахнет. Накрываем марлечкой и ждем трое суток. Через три дня появились первые градусы. Отныне эта жидкость стала брагой. Как обычно, ставим брагу на перегонку. И вот они, первые капли. Это первач. Самая ядовитая часть выгонки. Пить его не стоит. А вот то, что потекло после, мы не собираем. Сейчас этот раствор мы бы назвали самогоном. Ставим его на повторную перегонку. И так на выходе мы получаем достаточно крепкий напиток. Теперь его надо разбавить водой так, чтобы получился полугар. Что это значит? Если полугар поджечь, выгорит ровно половина. Вот так всю жизнь и проверяли крепость на Руси. И только когда появились спиртометры, выяснилось, что крепость полугара 38,3. Вот он, старый русский стандарт. Мы бы и сейчас им пользовались. Но у предков не было калькуляторов. И стандарт крепости просто округлили до 40. Ну все, наш полугар прогорел. Теперь осталось замерить его объем. Сколько мы должны получить на выходе? Сколько было ночами? 300. 300. Значит, должно быть 150, если мы правильно сделали полугар. Ну вот, мы получили напиток, который пили наши прапрапрапрапрадеды. Можно его продегустировать. Давайте выпьем, да, за, ну хотя бы в каком-то, так сказать, времени, чтобы вот потерянные наши традиции, да? Чтобы наши прапрапки попробовали то, что пили прапрапрапрадеды. Да, и все-таки это потихонечку к нам вернулось. Как на нее seguinte. Пока. Ужеald. Капрапрапрапраппеля.